Сколько раз Мода навеку Я цифру точную Сейчас припомнить не смогу Но поверь, но поверь И будь подвластен моде мир То вероятно И теперь ходили б в шкурах мы Но через год Новая мода придет Пусть иной Зачтет ее смешной Настанет день И он изменит Может вдруг Может вдруг Может вдруг Дать мода Поворот крутой И старый бабушкин Сундук Стать ценностью большой Суть не в том, суть не в том, Совсем не в том, как ты одет, Но между модой и умом Противоречий нет. Вновь через год Новая мода придет. Пусть иной сочтет ее смешной, Настанет день, и он изменит так. Нас, братьев Бодровых, трое. Все трое мы вот здесь, на этой земле, родились и выросли. Только вот двое старших в города подались, А младший остался на поле работать. Так вот я, младший, механизатор широкого профиля. Средний, Петр, военный, майор, вертолетчик. Вот. Старший, Василий, работает на заводе, механиком, пролетариат. Ну и, конечно, у всех дети, у меня мы две девки, Одна заканчивает школу, другая в сельхозинституте, На втором курсе, будущем агроном. У Петра два сына, оба прошли по отцовской линии, Родину защищает. Ну, в общем-то, все как у людей. Только вот у старшего, сын Серега, Не получается у него пока, не получается. Он художник по этой, по моде. Работает в нашем районном центре, на швейной фабрике. Фабрика огромная, полгорода кормит. А художником он у них один. Работа интересная, творческая. А он взялся другими командовать. А ведь началось-то все. Председатель фабкома их вот этой швейной фабрики В декрет ушла. Ну и баба, возьми вместо нее, нашего Серегу выбери. Вон твой Бодров идет, смотри. Привет. Привет. Поговорить надо. Где? У меня в кабинете. Ты теперь всегда свидание в кабинете назначать будешь. Маруся. Маша. Маня. Значит, Маруся, жду тебя у себя через 20 минут. Буду через 40. Ладно, через 40. Не получится из тебя начальник Бодров. Не понял. Надо уметь настаивать на своем, понял? Ясно, понял. Я еще настаиваю. Начальник. Метящей походкой Ты вышла из-за мая И сокрылась из-за еды Ну, я пришла. Я вижу. В первый день я говорю Мария. Марина. Маруся. Маша. Маня. Ладно. Готова выслушать указания. Это у нас есть. Понимаешь, Марина. В бригадах возникают конфликты. Не только в бригадах, но и в очередях тоже. Да-да, это уж, конечно. Самые крикливые скандалы в очередях. Девчонок выпихивают из бригад, и они болтаются без дела. Все они, конечно, не без недостатков. Конечно. У кого их нет? А руководить ими должен человек деловой, мастер своего дела. Согласна? Само собой. Так вот. Есть мнение. Организовать бригаду из таких девчонок. А бригадиром назначить тебя. Как меня? Меня же саму из бригады выставили. Будем считать это недоразумением. Но я же прогуливаю. Ну, не будешь прогуливать. А у меня мать в отпуск уходит. И к тетке в Полтаву уезжает. Ну, и что? Почти месяц я буду одна. Я думала, мы с тобой Миндовый месяц устроим. А если я возьму бригаду, мне ни дня, ни ночи покоя не будет. Ты подумай. Да. Я подумал. Иди в бригаду. Летящей походкой Ты вышла, узная И скрылась из вида В первый день я орел. Коллектив у нас специфический, женский. Но женщина остается женщиной, куда ее не помести. В космос, под воду, на швейную фабрику. Я не знаю, к счастью, к сожалению. Но на сегодня главным для женщины остается все-таки дом, семья, дети. Так что мы можем сделать для наших женщин? Сделать сегодня, чтобы фабрика помогала им оставаться женщиной. Сергей Васильевич, у нас есть план социального развития предприятия. И я вам советую с ним ознакомиться. Спасибо, я с ним знаком. Одно не исключает другое. Это план на годы. А я прошу предложение, которое можно было бы реализовать в ближайшее будущее. Да, пожалуйста. Спасибо. Сергей Васильевич, а вот все женщины у нас причесываются. А ведь прическа, это хорошее настроение. Вот нельзя ли у нас на фабрике... Правильно, парикмахерскую записываем. Товарищи, я прошу только предложение. В городе в салон не попадешь. Так, записываем косметический кабинет. Сапожника надо нам. Предлагаю установить контакт с мужскими предприятиями. Хотя бы с Литейным. У них там одни мужики, у нас одни бабы. Так, вот я вас записываю. У нас больше пятисотных замужников. И матерей, и ночи. В Министерство обороны предлагаю позвонить, чтобы хоть один полк прислали на весь город. Летчиков, лучше летчиков. Моряков, я считаю. Ну, каких же моряков, когда у нас нет моря? Товарищи, товарищи, замечание верное. Моря у нас действительно нет. Так что выписываем летчиков. Ну, конечно, летчиков. Безусловно, летчиков. Как председателем Попкома, я вам скажу, им были довольны. Он для женского пола много сделал. Заказы приносили прямо в цеха, чтобы, значит, им после работы по магазинам не ходить. Ну, и, конечно, промашки были. Он у них на фабрике косметический кабинет открыл. Ну, а врача переманил из района. А она была на весь район одна по коже. Ну, и, значит, весь район не мог кожу лечить. Пусть завтра Клементьева, или, как ее там, Касьянова выйдет на работу. Завтра это невозможно. Она может уйти от нас только через месяц. И то после подачи заявления. Но, если хотите, вы можете с ней лично переговорить, уговорить ее, вернуться к вам обратно. Пожалуйста. Что значит уговорить? Это не метод работы, уговаривать. Я с вами согласна. Мы приносим вам свои извинения. Ну, вот, давно бы так. Пусть завтра Клементьева выйдет на работу в линейку. Так ты ее и получишь. А ты молодец, Сережа? Нет, не молодец. То, что в городе не хватает дерматологов, это упущение горздравотдела. Я, как депутат, буду ставить вопрос на исполкоме. Но сейчас люди от этого не должны страдать. Сергей Васильевич, как вы ее уговорили прийти к нам, так вы должны будете уговорить ее вернуться обратно. конечно, солидности в нем маловато. Ведь у нас завмак, к примеру, до прилавка уже не станет, верно? Начальник, он есть начальник. Начальник он как? Он говорит тихо, двигается медленно, солидно, в общем. А Серега, он все равно скоком хочет. Товарищи! Сорочки кончаются, но скоро, очень скоро мы запустим их в серию, и тогда всем хватит. А теперь расходитесь, товарищи, сорочки кончаются. Сергей Васильевич, что здесь происходит, Бодров? Вы что, с сорочками торгуете? Торгую. Увлекательное занятие. Об этом занятии вы расскажете на парткоме. А сейчас помогите мне пройти наверх. Виктория Васильевна. Слушайте, с детства пора кончать, Бодров. Вы же председатель Фабкома. Представляете, я секретарь партийной организации и стану торговать сорочками. Давайте с вами договоримся, Бодров, раз и навсегда. Виктория Васильевна, ничего плохого в этом не вижу. Секретарь парткома в армии стреляет вместе со всеми, в столовой так же, как все варят борщ. Стыдиться надо не этого, а того, что нашу продукцию не берут. Если хотите знать, я рад, что собралась такая толпа. Значит, мы можем шить интересные вещи. Я сегодня убедился сам, опытную модель можно запускать в производство. А вот вы, например, Виктория Васильевна, вы с новой прической вы стали совсем другая. Гораздо привлекательнее. Правда? Просто очень хорошая. Слушай, ты не сбивайте меня с толку, дайте мне эту штуку. Ну, помогите же, Бодров. Так, товарищи, спокойно расходитесь по домам. Вышло недоразумение. Вот эта торговля рубашками это недоразумение. Пожалуйста, расходитесь по домам. Когда же все это закончится? Что все? Вот все это. Наверное, никогда. Но так же дальше продолжаться не может. Ты подумай. Ты только вдумайся в такие слова. Председатель Фабкома. И вдруг портной домушник шьет на дому. Да если кто узнает, ты знаешь, что это будет? Что будет? Председатель я временный. А то, что шью, так я для себя, для вас. Денег за это не беру. Люблю я шить. Ну, хобби у меня такое. А марки что, лучше собирать? При чем тут марки? Я с тобой что, про марки говорю? Я тебе говорю, раз тебя выбрали, избрали, ты зажмись. Ну, что значит зажмись? Оденься поприличнее. Рубашка, галстук, костюм серый. Да нет у меня серого костюма. Мой и носи. Женский вопрос реши, а на фабрике, на фабрике тройным узлом завяжи, чтоб никто и подумать не смог. А думать все равно будут. Ты жениться собираешься? На ком? У тебя что, невеста есть? Вон у вас вся фабрика из женского пола состоит. Выбирай. Ты же мне сам говорил, что на фабрике нельзя. Я тебе говорил, я тебе говорил, легкомышленно нельзя. А если ты серьезно, то народ поймет и одобрит. Ну, не народу же с ней жить, а мне. Народу тоже важно, на ком ты женат. Ну, ладно. Да, что-то и оно. ты все-таки о главном думай. Я думаю, думаю. о том, что ли, я не знаю, о том, что ли, Столько и будем. Я слушаю, Людмила Сергеевна. Сережа, пора решать. Мы можем увеличить пошире джинсовых костюмов в три раза. Ярмарка в следующем месяце. Я говорила с министерством. Нам пойдут навстречу. Сейчас джинсовка уже не проблема, не дефицит. Закопим дополнительно 300 тысяч. Пусть службы дадут свое обоснование. Проконсультируемся с торговлей. Какое обоснование? Все равно надо вести ориентацию на джинсовку. Раз я хотела джинсовое, даешь джинсы. Наши джинсы это просто плохо сшитые штаны. Их можно носить только с отчаянием. Ну что ты предлагаешь? У меня есть две идеи, но их нужно проверить. Лучше, когда идея одна, но хорошая. Ну да. Ладно, давай две. Во-первых, ориентироваться на молодежь, шить то, что модно и дешево. Вы сами об этом говорили в прошлом году на слете молодежи. На слете молодежи говорилось, что надо шить для молодежи. Если будет слет ветеранов, буду говорить, что надо шить для ветеранов. Должность у меня такая. Ну ты давай конкретно. Хорошо конкретно. Модернизировать крой, поменять ткань и пуговицы для моделей, которые сегодня мы шьем из старой джинсовки. Можешь не продолжать. Почему? Для этого нужно время. Хорошо. Будем работать параллельно, не прекращая выпуск плановой продукции. Откуда ты свалился? Ты же знаешь, что фонды планируются на два года вперед. А тех пуговиц, о которых ты говоришь, вообще нет. Образцы таких пуговиц я видел на худсовете в Виолик-проме. Так это образцы? Закажем металлистам. Пусть запустят их в серию. Попробуй. Ну как я поняла, это твоя первая идея. А вторая-то какая интересная. Женские сорочки из хлопка и платье из хлопка. В народном стиле, с использованием вышивки. Это одна. Это ты уже попробовал. Скажи спасибо, по шее не схлопотал. Людмила Сергеевна, это пользуется спросом. При этом цехе стоят пять вышивальных автоматов. Два года стоят без дела. Скоро мы и запускаем. Под вышивание джинсовых курток для девочек. Это вчерашний день. Ну что будет с модой завтра, это никому неизвестно. А я отвечаю за сегодня. Я могу идти? Да-да. Я же разговариваю. Хорошо. Ясно? КОНЕЦ В институте в Москве я думал, вот вернусь и сделаю что-нибудь такое, что удивит весь мир. А когда приехал, стал выслушивать лыхинские рассуждения о моде, что хорошо, что плохо. Тогда фольклор только входил в моду. А потом снова вернулись к 50-м, 40-м годам, даже к 30-м. Ретро. Да, ретро. Вот. Тоже ретро, только гораздо дальше. Какая коротенькая. Такая блузка, ее надевали под сарафан, вроде лифчика. Так, значит, ты хочешь это вместо лифчика, а сейчас модно без лифчика. Смотри сюда. О, так ты такими же торговал позавчера, около универмана. Но Любка из экспериментального сказала, что вы их шили чуть ли не ночью. Здорово вам заяц попало, да? Но ничего, герои должны страдать за свои идеи. Страдать, да, что толку. Лучше бы 10 выговоров, но чтоб дело шло, понимаешь? А Лыхина и слышать ничего не хочет. Будет гнать джинсу, пока и сверху не запретят. Завалит ею всю область, всю страну. Примерь-ка вот это, а? Зачем? Примерь сначала, потом будешь спрашивать. Сейчас я только дверь закрою. Зачем? На фабрике одни бабы. Вот это и оно. А то, что на распродажу пустили, грубая серия вышла. Конструкторы не имеют квалификации, ну а швеи тоже. Тут одну прислали из вашего цеха, так она чуть всю партию не запорола. Представляешь, точала рукав в горловину. Это и схитриться надо. В общем, не с кем работать. Все разбежались по ателье. Вот так. Давай я для тебя шить буду, у меня получается. Хорошая вещь для поездки за границу. Фирма Бодров Энн Блыхина с дочерями Презенс. Нет, очень хорошее платье, правда. Зачем тебе нужно было сюда возвращаться? Не понимаю. У тебя что, жена была здесь, что ли? Оставался бы в Москве. А мне воздуха родного не хватало. Не понимаю, почему так работаем. Все с натугой, все с борьбой. Получили модную смесовую ткань. Это ж я знаю, а не Лыхина, что ткань эта модная. Умолел шить комбинезоны для девушек. Как же ты, милый, о девушках заботишься. Нет. Лыхина пустила всю ткань на плащи, в которых и без того навал. Но зато почему-то удобно для плана. Я не знаю. Может, я чего не понимаю. Ну-ка. Примерь это. Как на меня шито. Может, и на тебя. Почти что свадебная. Ты что, свадебная ведь белая. Белая это теперь стала. А надо красная. Так тысячу лет было. Вот. Ну так давай, делай, дерзай. Да, дерзай. Я когда сюда вернулся, сразу обратил внимание, что с вышивкой идут изделия из устаревшей ткани. Леон Славсаном, что ли? Да из него вообще сделать ничего нельзя. Правильно. Когда и вообще перестали брать, тогда решили ее облагородить вышивкой, которой самой-то по себе цены нет. Вот тогда я поехал в Киев, Оршу, Кострому, на фабриках по пять-семь метров выцарапал набойку, которая бы вышивке соответствовала. Вернулся Клыхиной, счастливый, и опять ей не мил. Негладкая, говорит набойка. Мы к такой не привыкли. Смешно мне тебя слушать. Почему? Ты модельер. С образованием. Партийный. На должность тебя выбрали. Ты и теперь треугольник. Какой треугольник? Фабком, портком, администрация. Ты и теперь один из главных людей на фабрике. Так действуй. И не мальчик уже, а все жалуешься, жалуешься. Я только тебе. Мне можно, больше никому. Ясно, понял. Ты должен быть гордый и смелый. Как горный орел? Нет, пока ты не орел. Ну, хоть орленок. Цыпленок ты. Алло, Алло, Митина. Да-да, поняла. Подожди, подожди. Мы сейчас должны и подумать. Сколько надо, столько и будем. Подожди. Что будем делать? Людмила Сергеевна, ничего страшного нет. Первое, что нужно сделать, это... Прости. Перезвони мне через 15 минут. Первое, что нам нужно решить, это закупать или не закупать. Закупать то, что нам предлагают, бессмысленно затоваримся. Спрос упал до минимума. Значит, не закупать. Вот первое решение. Ну, что ты предлагаешь? У нас на джинсовой ткани половина продукции. У нас все ориентировано на джинсовку. И модели, и разработки. Если мы откажемся, что будем делать? Будет скандал. В министерстве сверстаны планы. Пусть они их переверстают. А на фабрике у нас что будет? Надо переходить на новые, переходить на новые. Сам знаешь, что это такое. Это срочные разработки, внедрение. Снизится зарплата рабочих. Чёртовы матери полетят премии. У нас и так с кадрами плохо. А тут будут уходить не десятками, а сотнями. Не знаю. Может, нам закупить. Может, это временный спад. У нас не будут покупать, пошлём в другие районы. Год перебьёмся, а там видно будет. Нет, это не выход. А где выход? Где? Мне этот выход нужен не завтра, не через месяц, а сегодня. Я думаю, Сергею Васильевичу надо ехать. Как вы, Сергей Васильевич? Ну, давайте я поеду. На месте всё решим. Ну, это разумно. Лёся, закажи билет Бодролу на сегодня. Ну что ж, Сергей Васильевич, торопитесь. КОНЕЦ 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 У нас верят не в аргументы, а в человека. Вот Лыхина, что они предложат, поверят. А вы, простите, кто? Вы пока никто. Вот вы и скажите, что Лыхина согласна. Как согласна? Ну, в принципе, это же ее идея, шить модную дешевую одежду для молодежи. Главное, модно, дешево и на острово. Да она даже не знает об этом. Митина, я обманывать не буду. А вы не обманывайте, это сделаю я. Вы все продумали? Ведь у вас всего полгода. А это не только смена ассортимента. Вам все придется пересматривать. И складирование, и транспортировку. С одним только конфекционированием вы за полгода не управитесь. Лыхина на это идет. Ну что ж, Лыхина человек трезвый. Если она на это идет, мы обратимся на Кировский комбинат. Спроят бы, чтобы они увеличили выпуск этой ткани. Уважаемые посетители выставки службы быта. Дорогие москвичи и гости столицы. Дирекция павильона приглашает вас на демонстрацию коллекции новых моделей одежды сезона «Весна-лето», разработанной специалистами Московского дома моды. Дорогие помидорки. Дорогие москвичи и гости по thermоциям. Субтитры создавал DimaTorzok Добро пожаловать в Казахстан! 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 Казахстан! Добро пожаловать в 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 Казахстан! У меня в Казахстана! Я лично зарабатываю как три врача! А вот двух девок одеваю с натухой! Раньше покупав вельветовые штаны за 8 рублей! Теперь 120, потому что иностранные. А вельвет-то не стал лучше. Два сезона поносил, все. Или вот к моей старшей, к Верке, приехал. Приятель, рубашка хаки. Арму Улс написано. 50 рублей. Американской армии. Я ему говорю, ты что ж эту арму-то носишь? Что, не патриот, что ли? Он у меня гимнастерка сохранился. У нас тоже хаки. И буквы у нас есть. Только не арму, а ца, советская армия. Ноши и носи. Есть и мода такая. Вообще все запуталось, распутывать надо. Судить не будут. А вдруг осудят? Ну ты же для людей старался. А значит, на фабрике считают, что со мной все кончено? Разное говорят. Не отчаивайся. Ну и едем отсюда. Мы пойдем в любой ателье. Руки есть, голова есть. А то, что Лыхину с работы уволят, не говорят? Глыхину никогда не уволят. Она вечно. Она умрет на своем посту. Я пошел. Издирайся. Бабы, они жалостливые. Скажут, молодой могут и простить. Ну, во-первых, не такой уж я молодой. А во-вторых, мне не нужна их жалость. Уйди. А я буду ждать тебя. Первый раз в жизни меня так нагло обманули. Прикрываясь моим же именем. Ну, зачем вы ссылались на меня, что именно я приняла это решение? Да это я обманула. Я самостоятельно приняла решение. Ну, с тобой и так все ясно. Это твое последнее самостоятельное решение. Завтра сдашь отдел кожи, но я сама вернешься обратно в цех. Спасибо. Ведь с вами согласовывай, не согласовывай, вы все равно не согласились бы. Да, не согласилась бы. Потому что это ставит фабрику под удар. Ну, особого повода для паники я не вижу. Кировский комбинат доверил, что обеспечит нас тканью. У них у нас еще полгода впереди. Полгода? Да. У нас-то растянется на 10 месяцев. Вы что, не знаете? А если пойдет разноотеночная ткань? У нас единственная линия, на которой можно сработать, эту гладь. А на этой линии у нас держится половина производственного плана. А если ассортимент не пойдет? А он не пойдет, потому что мы не привыкли к светлому. Каждый день химчистку надо. Мы не французы, между прочим. Да на первой партии мы же заткнемся. Потом у нас нет ни ниток в тон, ни пуговиц. Ни... Ничего у нас нет. Да пока эта гладь дойдет до склада, она товарного вида уже иметь не будет. Ну... Бодров поступил безответственно. Товарищ, ну... Ну вы же все это понимаете. Что же вы предлагаете? Я предлагаю... за бесчестный поступок... товарища Бодрова, за который будут расплачиваться сотни наших рабочих, объявить ему... Завести трубку. Строгий выговор с занесением в учетную карточку. Занесите в протокол предложение товарища Вилухиной. Может быть, вы объясните, Сергей Васильевич, почему вы не согласовали свое решение с директором фабрики? Почему вы, по сути дела, пошли на обман? Да надоело. Надоело все. И все-таки объясните. Да это объяснить почти невозможно. Именно так вот человек живет. А потом говорит, все, больше не могу, хватит. И уходит. Да-да. От жены или с работы, или вообще уезжает в другой город. Нельзя же так работать, как мы. Людмила Сергеевна говорила, что я человек безответственный. Хорошо. Почему мне не дают этой ответственности? Я хожу, прошу и умоляю. Дайте. А мне постоянно говорят, ты скажи свое мнение, а решать все равно будем мы. Ну, почему? Почему? Что, шить, как, для кого решают все, кроме художника? Ну, а когда решают все и отвечают, все уже знают. Значит, никто ни за что не отвечает. Во всем мире уже поняли, что художник на фабрике не менее важен, чем даже управляющий. Но он не называется главным художником, а, там, главным стилистом. Именно он определяет стиль, направление новой моды. Он обязан предвидеть, чувствовать приближение новой моды. Он обязан забегать вперед, чтобы не отстать. А я только попытался забежать. Ну, извините, я отвлекся. А самое главное, вот за кустарные методы руководства фабрикой, за то, что мы не шьем модную, нужную людям одежду. И тем самым, Людмила Сергеевна, наносим реальный вред сотням тысяч людей. Я предлагаю директора фабрики Людмилу Сергеевну Лыхину освободить от занимаемой должности. У меня все. Мастер-уприкой, как будто бы. Что? Да ты что? Занесите в протокол предложение товарища Бодрова. Продолжаем передачу «Адреса молодых». Мы находимся сейчас в новом доме моды, в гостях у главного художника этого дома Вячеслава Михайловича Зайцева. Вячеслав Михайлович, что Вы скажете по поводу увлечения нашей молодёжи в фирменной одежде? Не кажется ли Вам, что было бы лучше, если бы на молодёжный стиль влияла больше наша моды, чем зарубежная? Я с Вами абсолютно согласен. Именно так мне и кажется. Но, к сожалению, у нас нет фирм. Моды? Моды, да, именно моды фирмы. Хотя есть авиационные фирмы. Туполева, Яковлева, Вилюшина. И за каждой фирмой, Вы знаете, прежде всего стоит личность, которая предлагает, которая утверждает, которая отстаивает. Ведь фирма – это прежде всего метод и стиль. Хотя я верю, что, в общем-то, всё идёт к тому, чтобы в скором будущем у нас тоже это состоялось. А всё-таки почему на стиль нашей одежды больше влияет зарубежная мода, чем наша? Мне кажется, это, в общем-то, традиции. Это старые традиции. Мы привыкли возить, как говорится, моду всегда из-за границы. Хотя последние годы мы часто стали её вывозить. И я могу сказать, что с огромным успехом. Но если вспомнить историю Ламанова, Надежда Ламанова в 20-е годы покорила русским стилем Париж. И сегодня у нас в нашей стране огромная армия художников, модельеров, которая утверждает ищет свои позиции, свои темы в интернациональной моде. И наша идея с удовольствием воспринимается, да? Нет, вы понимаете, когда мы выезжаем за границу, то наши идеи очень с огромным интересом, в общем-то, воспринимаются и часто внедряются. Но, к сожалению, мы научились как бы предлагать и пропагандировать народные творчества, образцы, как говорится, русского народного искусства, как жель, там, хохлома, палик и так далее. Но мода, пока ещё, мне кажется, существуют проблемы. А чем вы объясните, что время от времени за рубежом входит в моду русский стиль? Именно русский стиль. Вы знаете, мне кажется, какой-то огромной любовью к России, потому что Россия обладает удивительными традициями, огромным, таким богатейшим фольклором. Лично я в своей творческой жизни постоянно обращаюсь к этим традициям и на протяжении вот своих 20 лет в этом искусстве, работая в искусстве одежды, постоянно обращаюсь к ивановским сицам и предлагаю из них модели только соклиные сарафаны, то русские рубахи, стёганые жилеты, крестьянские юбки, цветные чулки, шапки и так далее, и так далее. То есть есть масса удивительных возможностей использования народного фольклора в современной одежде. И только Париж в середине 80-х годов, 70-х, вернее, годов, и в Сен-Лоран предложил русской семье волна увлечения русским фольклором, пролетела по всему миру, но и вернулась, к сожалению, нам оттуда, а не у нас. Где родилась? Да. А на чем вы сейчас работаете? Ну, это секрет. Пока это, в общем-то, работа будущего. В скором будущем мы открываем наш новый дом моды, где покажем новую коллекцию, в которой хотим утвердить свой стиль, стиль, который будет характерен только для этого дома моды. КОНЕЦ КОНЕЦ Выставка, продажа, все правильно. Так. Ну? Пожалуйста, товарищ Бодров. Вот оно, вот, выставка, продажа экспериментальной продукции фабрики 8-го марта. Отлично. КОНЕЦ Пуговиц не будет. Как? На Литейном же согласились. Да, но им нужен месяц. Какой месяц? Где месяц, там полгода. У нас же выставка через неделю. Что делать? Я не знаю. Я все испробовала. Виктория Васильевна, у нас уже все готово. Мариночка, раньше, чем через месяц, пуговиц не будет. А что там месяц делать-то? Я ребят попрошу не за смену, без всякого согласования на штампу. Нельзя. Это противозаконно. Мы же им заплатим. Ну, не все так просто, Марина. А что тут сложного? Они нам делают, мы им платим. Смирнов, по-видимому, в пятом цехе штампуют пуговицы под фирму. Проверь. Сэр. Нет. Почему? Это противозаконно. Было противозаконно, а мы узаконим. Ну, зачем придумывать что-то, если это уже есть? Вы план по шерпотребу не выполняете. Всем выгодно. Посмотрите, ну, все это сделано из отходов. От шерти. Не отличишь от фирменных. Хорошо делают, правда? Да. На этом станке мы хотим штамповать знак своей фирмы. Да-да. Да. Очень хорошо, очень хорошо. Немедленно уничтожить. Инициаторов лишить премии. Тринадцатой зарплаты. Отпуск в декабре. И выговор в личное дело. Все. Так. Нет больше фирмы. Нет больше пуговиц. Нет и не было. На моем заводе левой продукции не делали, не делают и делать не будут. Ура. Привет. А, здоров. Ну, что, сделал? Спасибо, отлично. Фирма. ППК-1. Сколько я тебе должен? Договоримся. Что такое ППК-1? Петр Петрович Кузнецов. Первая модель. Держи. Я думаю, так и будет. Желаю тебе. Донесешь? Спасибо. Свою нож не тянет. Ну, давай. Спасибо. Это что, опять контрабанда? Да. У меня не было другого выхода. Завтра выставка. Так вот, знайте, что завтра об этом будут знать и в милиции, и в горкоме партии. И вы за это ответите. Ну, конечно, ответим. Субтитры подогнал «Симон»! Неужели от пуговиц так много зависит? Я, например, никогда не обращаю внимания на пуговицы. Были бы пришиты и застегивались. Это же пустяк. Этот пустяк оборачивается для нас миллионами убытков. Понимаете, выросло новое поколение людей. Вот раньше носили то, что есть, а теперь хотят носить то, что красиво. Думаю, что вы несколько преувеличиваете эту проблему с пуговицами. Наверное, это не самое главное в жизни человека. Я согласна с вами. Но если это не самое главное, зачем же делать из этого проблему? Я согласен с Викторией Васильевной. Человек должен одеваться мимоходом. Это должно быть легко. А он все время что-то и ищет, ищет и не находит. Но это, простите, бездарно потерянное время. Искать те же пуговицы. Значит, конфликт между директором фабрики и председателем попкома из-за пуговиц. А никакого конфликта нет. Это же Лыхинская идея специализироваться на молодежной одежде. А Сергей Васильевич ее развивает. Но ведь это не Лыхин, а Сергей Васильевич поставил фабрику в экстремальную ситуацию. Мне кажется, что экстремальная ситуация в легкой промышленности должна быть нормой. Нам надо научиться в любой момент перестраиваться за модой. У нас нет другого выхода. Иначе мы будем иметь никому не нужную продукцию. А если Лыхин окажется правой? Ну, в нашем деле даже при самом твердом расчете всегда есть риск. А кто не рискует, тот и не выигрывает. Но и не проигрывает. Иногда проигрывает. И не только экономически, но и политически. Вы обращали внимание на то, как одевается молодежь? Вообще-то обращал. В общем так, с пуговицами мы попробуем вам помочь. А на выставку продажи я приду, чтобы лично убедиться, кто из вас прав. Вы и Лилыхины. И захватите дочь с собой? Серьезно? Ну, думаю, в этом вопросе ее мнение не главное. У меня все. Спасибо. Извините. До свидания. До свидания. Вика, Виктория Васильевна, звонили из обкома. Там очень обеспокоены положением на фабрике. Но этим займется промышленный отдел горкома. А меня интересует твое мнение об этой истории. Лыхина и Бодров. Они оба правы и не правы одновременно. Мы их на порткоме высекли. Обоих высекли. Лыхина прекрасный организатор. Но она, не знаю, не улавливает тенденции моды. А Бодров, у него какая-то интуиция, талант что ли к этим тенденциям. Вот если бы они сработались, это было прекрасно. Ну так надо, чтобы они сработались. Я стараюсь. Хорошо, сейчас едем. Да, и последнее. Если завалите план по реализации, то спросим за это в первую голову с тебя. Да, да. Ну, а этого парня Бодрова вы из виду не выпускайте. Ну вот, дорогие товарищи, кажется, и вся история. Все, что знал, рассказал. Да, забыл. У Марины с Серегой дело к свадьбе идет. Кажется, личная жизнь налаживается. Я ему говорю, молодец, Серега. Всегда слушай сердцем. Оно правду подскажет. А что касается работы, его вопрос решается на самых верхах. И вот, что? Либо он пойдет по широкой начальнической линии, либо пойдет за кроссиком. Баталья и пошиво. Вот так решается. Ну, а то, что на фабрику он не вернется, это может быть. Им с директоршей, как двум медведям в одной берлоге, ужиться трудно. Уж я его характер знаю. Хотя, что гадать? Жизнь покажет. Серега! 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 Продолжение следует...